Субтитры создавал DimaTorzok 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 В апреле вместе с моей девушкой И с его братом и его девушкой мы поехали Небольшой отпуск, это была всего лишь неделька Мы успели посетить Барселону, Пальма де Майорка, тоже Испания и Берлин Субтитры создавал DimaTorzok И апрель это все-таки еще у нас не супер жарко, еще не все успело развести Ты когда попадаешь в такое сказочное место, тебе хочется просто творить И я понял, что надо попробовать просто наснимать все, что ты видишь, все, что ты чувствуешь на айфон И когда я приехал в Киев, вот получилось вот такое вот интересное видео То есть все, что есть в видео, это все снимаешь ты на айфон и все Или мой брат или девушка Ничего себе Это вот такой клип на телефон Да, и самое интересное, он вертикальный Он сейчас не очень так, я понимаю, что популярный в Киеве То есть не горизонтально, а так для инстаграма, да? Ну как для инстаграма, ну в ютуб заходишь телефон и вот как раз очень удобный форм-фактор Очень интересно, по сути, вы на этот клип не витратились так максимально Ну да Ну как не витратились? Два раза заряжали телефон Нужно не сдаваться, это действительно очень важный совет, потому что иногда Не, ну так можно и до 50-ти лет не сдаваться Да, просто играть, играть себе, да, там где-то спортировать, играть и... А как вылезти? Открыть двери этого гаража и пойти в люди Ну что я имею в виду не сдаваться? То есть, понятное дело, что нет смысла там год-пять лет просто сидеть в гараже и для себя играть Нужно показывать как можно большему количеству людей свою музыку, себя Это очень важно, потому что зачастую артисты забывают, зачем они вообще это делают Они иногда там ведут инстаграм и снимают какой-то бэкстейдж Но мы же здесь ради того, чтобы что-то нести Нужно понять в себе, задать себе вопрос, что я здесь делаю, зачем и действительно я искренне это делаю Задавать постоянно вопросы, как это делать, ну у кого Конечно же, можно начать с родственников, друзей И когда ты показываешь свои первые наработки, их нравится тебе, не нравится Это тоже фидбэк, лахмусовая бумажка И продолжаю, вот например Я никогда не остановлюсь задавать вопросы И у меня вопросы всем подряд, продюсерам Расскажу Монику интересную историю Там так получилось, недавно познакомился с одним режиссером из Техаса Ну он там оскароносный практически такой Ну молодой парень И он говорит, ты знаешь, у меня там приятель один есть, в LA живет Он продюсер Pentatonix И с девушкой сидим, мы говорим, слушай, так может ты покажешь наш альбом Какие-то там комментарии, советы даст Так вот, никогда не нужно строить какие-то, не знаю, баррикады Что вот кто-то звезда, кто-то лучше, хуже То есть постоянно задавать вопросы, показывать себя Надо не останавливаться Ну это на самом деле прям тема для отдельного эфира Я этим пытаюсь как раз докопаться, что же вот где-то край Это уже психологичная тема Да, да, да Мне просто насправді так цікаво, бо я же говорю, знову ж таки Зустречаючи щодня просто с разными гостями, с разными артистами У кого всех абсолютно оцей шлях ризный И мне так цікаво взяли, вот иснует какая-то универсальная формула Типу, як треба себе поводити, куди, в які нищи, в які двери стукати Напевно, нет Я сомневаюсь, потому что вот в этом вопросе есть ответ Что в зависимости от ниши, да, от этих дверей Совершенно бесконечное пространство вариантов Зависит от многого, что ты скажешь, кому ты скажешь Ну, можно сойти с ума, если перечислять все эти пункты Опять же, возвращаясь к тому, что я первый раз сказал Надо не сдаваться и понять, действительно, ты занимаешься тем, что тебе нужно Потому что этот путь очень тяжелый Иногда не для всех, да И для каждого по-разному, что такое тяжелое Но почему я об этом говорю? Потому что в какой-то момент, если ты неискренен перед собой Ты поймешь, что ты потратил пять лет на то, что тебе на самом деле не нужно Вот поэтому лучше на берегу понять, что ты делаешь и для кого И, кстати, может быть, это неприятно